Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Так получилось, что когда мы снимали достаточно давно видео о приготовлении сыра бри, я снял и дегустацию. Эта дегустация, очень случайно удалила эти файлы, пытался их восстановить из корзины, восстановились не все. В общем, утерял я ее, дегустацию. В последующем мы готовим постоянно сыр бри, но получается так, что мы его съедаем раньше, чем я его успеваю снять. Очень часто в комментариях пишут, ну что, типа, у тебя не получился, дегустацию не сделал. Я просто, ну не то чтобы оправдаться, а хочу показать результаты, результаты приготовления сыра бри. Готовим мы его вот обычно вот так вот по 4 шайбочки. Хочу показать результаты и рассказать нюансы. Еще то, что то видео я опубликовал почти год назад, за этот год был получен определенный опыт. Значит, первое. Очень часто пишут, что сыр бри горчит. Горчит он по той причине, что в него попадают маслянокислые бактерии, гнилостные бактерии. Это чисто продукт гигиены дойки. И в процессе вызревания, вот именно с пенициллином кандидиум, с этой белой плесенью, получается вкус горечи. Как с этим бороться? Просто пастеризовать молоко. Любое молоко. Либо используйте сразу пастеризованное молоко, либо если вы покупаете молоко у хозяев, у фермеров, пастеризуйте его. И такой проблемы не будет. Теперь еще о созревании. Давайте сейчас возьмем крупным планом наш контейнер для созревания. Я все это покажу, как он у нас созревает и что происходит. Созревает у нас сыр бри вот в таком вот пластиковом контейнере. На дно контейнера мы помещаем решетку. Эта решетка, она продается в хозяйственных магазинах для умывальников, для кухонных моек. Я ее вырезал по размеру. Под решетку застилаем бумажное полотенце. Первые три дня сыр должен созревать, в принципе, пока появляется плесень. При температуре 10-12 градусов, при относительной влажности 90-95%. Первые три дня, после того, как мы сыр посолили, он у нас обсох. В этом контейнере он достаточно сильно выделяет влагу. Стенки контейнера покрываются росой. Когда выпадает роса, значит, влажность у нас близка к 100%. Это очень высокая влажность для белой плесени, для этой культуры. И сыр может испортиться. Значит, что мы делаем? Первые три дня, каждый день протираем контейнер насухо. Но все это делаем чистыми руками и стараемся не занести никакой внешней флоры. Протираем насухо контейнер, меняем вот это вот полотенце. Оно тоже намокает, чтобы... Ну вот, достали контейнер, допустим, протерли и опять туда поместили сырочек и опять закрыли. У нас поднимается влажность. При этом, ну вот, если он у вас в холодильнике или в холодной комнате будет созревать, если, допустим, в холодной комнате, лучше накрывать его каким-то непрозрачным материалом, допустим, непрозрачным полотенцем, потому что лучше он... Это не принципиально, но так лучше, чтобы он созревал в темноте. Где-то через пять дней у вас начнет расти плесень. Белая плесень, пенициллином кандидиум. Каждую такую же процедуру проводите после этого каждые два дня. То есть вынимаете сыр из контейнера, переворачиваете его и насухо вытираете контейнер. Точно так же помещаете сыр назад в контейнер. Плесень будет где-то на шестой, на седьмой день, такая достаточно пушистая. Берете ее рукой и немножко приминаете. Перевернули сыр, плесень примяли и положили дальше... Правильно, Лариса? Положили дальше его созревать. Ну вот, этот сыр у нас созревал две недели. Он уже полностью готов. То есть он имеет хорошую корку. Сейчас я вам покажу, мы его разрежем. После того, как сыр созрел, заворачиваем его в бумагу, в пергамент. Ну, как он, кулинарный пергамент или есть специальная бумага для сыров с плесенью. В этой бумаге сыр тоже будет дозревать, но уже как бы процессы в нем приостанавливаются и дозревать он будет со значительно меньшей скоростью. То есть это фактически уже процесс, как бы, такого медленного дозревания и больше хранения. В этом пергаменте храним сыр просто на верхней полке холодильника, там, где температура у нас 5-6 градусов. Ну что, друзья, давайте разрежем. Бри, я вам покажу. Покажу корочку. Покажу, какой он на вид. Какая красота, как я его обожаю. Ну, Комангер я люблю больше, если честно. Смотрите, сейчас крупный план сделаю. Имеем сырочек с достаточно однородной структурой. Вот здесь вот по периметру корочки он немножко размягчается. Это совершенно нормально. Сама корочка, ну, вот она миллиметра 3 толщиной. Такая достаточно толстая и плотненькая. Вот видите, я ее шатаю, она достаточно плотная. Внутри имеем совершенно ровной консистенции. Хороший, правильный сыр Бри. Вот снаружи это от дренажного коврика остается такой рисунок. Ну что, и давайте попробуем. По традиции расскажу вам, какой он на вкус. Так, сыр Бри. По нашему рецепту. Мы его действительно очень часто готовим. То есть у нас постоянно вызревают, я очень люблю, мягкие сыры. Очень люблю, кстати, их и жареные, и Бри, и Камамбер. И у нас постоянно вызревает то Бри, то Камамбер. Получается, это мои родственники просят. И с братом делюсь. Вкусная штука. Замечательный вкус. Характерный вкус сыра, который придает ему белая плесень. Причем он значительно более ярко выраженный, чем тот Бри, который вы покупаете в магазинах. Я не знаю, либо консерванты какие-то там присутствуют. Либо еще что-то не так. Но вот он реально вкуснее. Готовится очень легко. Сыр классный. Сам по себе этот сыр очень дорогой в магазинах. При приготовлении он обходится в копейки. Кстати, если вы не смотрели ссылку, вернее, наше видео, как приготовить сыр Бри, то ссылка будет в описании этого видеоролика. И также будет в конечной заставке. Если вам понравился, допустим, вы не следите за нашим каналом, но вам понравился результат, вы хотите посмотреть, как его приготовить, заходите в описание, переходите на ролик с рецептом. Смотрите, сыр не очень сложный в приготовлении. Я бы даже сказал, легкий в приготовлении. Единственный нюанс, основополагающий, в принципе, для всех сыров плесенью и для Бри в частности. Стерильность, стерильность и еще раз стерильность. Пастеризация молока, абсолютно чистые условия приготовления и абсолютно чистые условия вызревания. Следите за этим, и у вас получится прекрасный Бри, который вы порадуете своих близких, своих родственников, а может захотите делать на продажу. Такой сыр, ну вот в Украине, он стоит порядка 10-15 евро за килограмм, в зависимости от производителя. А обходится он в сущие копейки, поэтому пробуйте. Может для кого-то это будет бизнесом. Для нас это просто хобби, и мы с удовольствием делимся с вами, друзья, нашими рецептами и результатами нашей работы. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить, а мы, естественно, будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока!